Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA разрешило применение бустерных доз вакцин от коронавируса компании Pfizer-BioNTech и Moderna для всех взрослых в возрасте 18 лет и старше. Об этом сообщается в их пресс-релизах. Как отмечается, дополнительную дозу этих вакцин можно вводить спустя 6 месяцев после изначальной полноценной вакцинации одобренными FDA препаратами. Как сообщалось ранее, все вакцинированные однодозовой вакциной Johnson & Johnson старше 18 лет имеют право на получение бустера через 2 месяца после вакцинации. Главы компании Pfizer Альберт Бурда и Moderna Стефан Банцель поблагодарили FDA за такое решение. Они подчеркнули, что данные об их препаратах говорят о том, что бустерный компонент вакцинации обладает потенциалом поддерживать высокий уровень защиты от COVID-19. Ранее американский регулятор одобрил дополнительные дозы вакцинации Pfizer и Moderna для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также для людей 18 до 64 лет, которые подвержены риску тяжелого течения заболевания коронавирусом. Кроме того, введение бустерной дозы разрешали лицам, которые подвержены заражению COVID-19 в связи с особенностями профессии. Moderna ранее на этой неделе направила запрос в FDA на разрешение применения ее бустерной дозы. Pfizer и BioNTech сделали соответствующий запрос на прошлой неделе. Жители штата Гавайи исследовали воду, испахнувшей пивом реки Вайпио и установили, что она действительно оказалась алкогольной. Местные жители сообщили властям, что река источала сильный запах пива. Под некоторые дни мы приходили сюда и оказалось, что здесь паб, который не открывал свои двери несколько дней, отметил один из них. Проведенная для установления причины этого явления экспертиза воды показала, что в ней содержится 1,2% алкоголя. Кроме того, в воде обнаружили 0,4% сахара, который используется для изготовления пива. В департаменте транспорта штата заявили, что провели расследование и установили, что на заводе компании Paradise Beverage, которая занимается пивоварением, произошла утечка. Цитирую, сейчас к нам пришли представители департамента транспорта, и мы общаемся с ними. С нами также связались представители департамента здравоохранения, сказал начальник производства компании Paradise Beverage, Энтони Роу. Представители Paradise Beverage сначала заявили, что им неизвестно, где может быть утечка алкоголя, но после осмотра склада оба департамента обнаружили утечку из трубы рядом с автомобильной дорогой. Поток пива вытекал из трубы в ручей на другой стороне автомобильной дороги, но неизвестно, последует ли судебное разбирательство из-за обнаружения в реке алкоголя. А житель США чудом остался жив после того, как попал в ДТП с поездом. Мужчина пересекал на машине железнодорожные пути, но не заметил несущегося поезда, отчего его авто разорвало пополам. Александр Эванс, курьер Амазон, в свой день рождения развозил на фургоне заказы покупателям. Направляясь к одному из клиентов, 33-летний мужчина выбрал маршрут, которым ему пришлось пересекать железнодорожные пути. Подъехав к ним, водитель обратил внимание, что видимость на переезде ограничена. Не убедившись в безопасности маневра, Эванс выехал на пути и понял, ему навстречу идет поезд, которого он не видел. Я услышал длинный звуковой сигнал, похожий на гудок поезда, и нажал на педаль газа, рассказал мужчина. Впрочем, было уже поздно, локомотив врезался в фургон американца, разорвав машину на две части. К счастью, мужчина остался жив и не пострадал. Сам он думает, что это чудо. Такого же мнения придерживается его супруга. Я благодарю Бога, что он защитил моего мужа. Этот день рождения мог быть для него последним, но Бог сказал иначе, прокомментировала женщина. Индеи, которых отправят президенту Байдену для церемонии помилования перед Днем Благодарения, разместят в одном из лучших номеров отеля Willard Intel Continental в центре Вашингтона. Индеи их встретят с красной ковровой дорожкой, а ключи от номера птицам вручит главный управляющий отеля. Для индейок, которые отправятся в Белый дом, готовят один из наших лучших номеров с нашими роскошными кроватями, подготовленными для комфортного отдыха гостей перед важной встречей с президентом. Сказала представитель отеля, персонал будет готов предоставить индейкам все, что те требуют для максимального комфорта, в том числе питание в номер, дополнительные подушки и халаты. Ранее сообщалось, что звезды американского кино и шоу-бизнеса подписали обращение к президенту Байдену, с просьбой помиловать индейок перед Днем Благодарения и отправить их на попечительство благотворительной организации. Американский рэпер Янг Дольф погиб в результате перестрелки в городе Мемфис в штате Теннесси. Ему было 36 лет, о чем сообщает Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По его информации, стрельба произошла в магазине в Южном Мемфисе. Артист зашел в магазин, в это время кто-то подъехал и застрелил его. Личность подозреваемого пока не установлена. В заявлении департамента полиции Мемфиса говорится, что предполагаемое убийство Дольфа является еще одним примером, цитирую, бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия, с которым мы сталкиваемся на местном и национальном уровнях. Как отмечает издание Variety, в 2017 году на рэпера, настоящее имя которого Адольф Роберт Торнтон-младший, уже покушались. Тогда в него стреляли у магазина в Голливуде, в Лос-Анджелесе, где он вступил в ссору с тремя мужчинами. Он был госпитализирован в критическом состоянии с тремя огнестрельными ранениями. Однако уже через две недели он выписался. Ян Дольф известен по таким композициям, как Major и On the River. Его самым успешным альбомом считается Rich Slave 2020 года, который дебютировал на четвертой строчке в Billboard 200. Ну и один из печатных первых экземпляров Конституции Соединенных Штатов продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 43 миллиона 170 тысяч долларов. Лот изначально оценивали от 15 до 20 миллионов долларов, но итоговая цена оказалась более чем в два раза выше. Конституцию передадут новому владельцу в Кейси, внутри которого также лежит лист с программой торжественного ужина 1 декабря 1989 года в честь Сената Конгресса США, подписанный многими политиками и государственными деятелями, например, экс-президентами Джимми Картером и Биллом Клинтоном. Документ на шести страницах был принят на конвенте в Филадельфии, штат Пенсильвания, если мы говорим о Конституции, 17 сентября 1787 года. Все 500 копий раздали делегатам того исторического съезда. Проданный раритет – единственный из полутора десятков уцелевших экземпляров, остававшийся в частной коллекции. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго, до встречи в эфире, до свидания.